Сейчас про первые 10 минут. Ну, конечно же, да, уже много об этом сегодня говорили, что первые 10 минут, они самые основные. То есть за первые 10 минут человек действительно примет решение, сидит он на вашем вебинаре, либо он не сидит на вашем вебинаре. Поэтому здесь, естественно, мы уделяем все внимание, да. Ну, это вот самое, сейчас расскажу, именно то, что я использую для себя, да, тоже уже что-то может будет уже повторяться, но это именно то, что моя схема, что я делаю. И, кстати, тоже, да, я всегда прописываю себе начало. Раньше я, когда вот еще новичком была, я вообще прописывала всегда себе весь вебинар, всегда, чтобы он у меня был там, все, как-то мне было так спокойнее. Сейчас я действительно это не делаю, и потом я поняла действительно почему, потому что когда ты уже с опытом накапливаешь опыт по какой-то теме, то тебе уже правда не надо готовиться, потому что он уже есть заранее, и просто ты себе план накидал, что вот это сказал, вот это, вот это. И тоже у меня сейчас есть некоторые вебинары, которые я выхожу, и вот буквально 15 минут подготовилась, и выхожу. И они, кстати, действительно, конверсия срабатывает лучше, чем те, которые ты ходишь, что-то там думаешь, готовишься, они что-то, а вот такие они. И что, значит, первые вот эти 10 минут идет? Ну, естественно, это приветствие, да, то есть мы там знакомимся с аудиторией, там, с каких городов, кто это, то есть людям, как бы, да, движуха пошла, все. И что я еще тоже делаю, какой-нибудь комплимент аудитории, да, что какие они молодцы, что там собрались, ну, каким комплиментом, ну, все в зависимости от аудитории, и что там происходит. Вообще, кстати, всегда комплимент делать людям при встрече какой-то, очень здорово к себе располагает. Ну, и потом дальше что, знакомимся тоже, именно откуда люди, да, ну, тут тоже показывает, в общем-то, и масштабность, да, но иногда вот, и просто даже мне интересно посмотреть, откуда люди слушают, ну, смотреть, какая география, как вообще что. Это тоже интересно, кстати, и, ну, как-то помогает даже мне. Ну, вот рамка цели, как раз Артем про это говорил, да, то есть мы когда даем обещание, то есть я, в принципе, вот эту рамку цели, я говорю, вот именно как у Артема, когда-то научилась в Холодных ВКонтакте, да, вот я ее с тех пор всегда и проговариваю в рамку цели, что вот, то есть даю там, про что будет вебинар, что вас ожидает, что будет в конце обязательно рассказываю, что будет продажа, да, но не говорю, а говорю, что вот более подробно вы сможете, стартует у нас такой-то тренинг, вы на нем сможете все узнать поподробно. Да, все, и потом, значит, идет у меня рассказ о себе. Ну, вот тут вот о себе, да, я каждый раз рассказываю разную ситуацию, почему-то вот сейчас, кстати, здесь я не готовилась, потому что, как думала, у меня все знают уже, оказалось, что не знают, да, но я обычно готовлю рассказ о себе в зависимости от аудитории, которая будет, то есть у меня их может быть несколько этих рассказов, на какую-то аудиторию я могу одно рассказать, на какую-то могу рассказать другое. И тоже я тестирую, смотрю, как люди тоже на меня реагируют, какой идет отклик или еще что-то. И вот, кстати, тоже поначалу, когда вот я начинала в интернете, я же вообще от всех скрывала, что я где-то живу на хуторе, да, где я всю жизнь прожила в Санкт-Петербурге, это сейчас я там живу, ну, где-то, наверное, лет 15. Вот так вот я замуж вышла из Питера, вообще-то, куда-то, вот, и я стеснялась как бы этого, ну, всю жизнь прожившую в больших городах и все думаю. А потом я поняла, что людям, наоборот, это очень нравится, то есть то, что происходит, и я уже как бы действительно, и с другой стороны, действительно люди думают, Вот если смогла я, сидя без интернета, без вообще условий, без всего, то люди, которые сидят с хорошим интернетом, в города, где он вышел, у него рядом видеостудия, он вышел, у него рядом фотосалон, да, мне даже такие вещи, которые городской человек делает за час, у меня уходит неделя, представляете? И когда мне люди жалуются, что там говорят, мы что-то не можем, у нас что-то не получается, у меня это дико, потому что я знаю, что он потратит минуту, и я потрачу час, понимаете? То есть тут вещи такие, да. Поэтому о себе я именно о целевой аудитории, я всегда по целевой аудитории говорю на всех вебинарах, везде, но как-то мало все равно люди слышат, поэтому говорю все равно, что надо ее знать. Когда вы ее знаете, тогда вы о себе историю рассказываете, что она хочет о вас слышать. Если эта аудитория хочет о вас слышать, что вы там летчик-вертолетчик, ну, тут врать, конечно, нельзя, да, то есть надо просто... Просто подстраивать и рассказывать именно, что-то упустить, что-то наоборот как бы приукрасить, еще что-то. И самое главное, что тут тоже еще и не скромничать, потому что вот я свою ошибку тоже допускала вначале, то есть я действительно скромная такая, никому еще не рассказывала, никаких заслугок там, что-то скромница. А на самом деле скромность это хуже еще, чем страх для оратора, то есть скромность оратор вообще не красит. Субтитры создавал DimaTorzok